Всем добрый день, меня зовут Егорова Ирина Викторовна, я врач-косметолог, физиотерапевт и тренер по профессиональной косметике компании Гильтек. Сегодня я продолжу отвечать на вопросы. И разберем мы очень часто встречающийся вопрос, от чего возникают проблемы с кожей. Правда ли, что большая часть этих проблем связана с нарушениями внутренними, в желудочно-кишечном тракте или какие-то нарушения в диете, неправильное питание и прочее, поэтому у нас прыщи или проблемы с сосудами. И что делает уход за кожей? Это борьба с причиной или с ее последствиями? Рассмотрим два самых животрепещущих варианта. Это проблемная кожа, то есть акне, акнеформная дерматоза и, например, купероз и розация, то есть сосудистые проблемы. Сразу хочу сказать, что да, действительно, внутренние проблемы, а именно наличие патологии акне или патологии розация, это действительно основная причина этих изменений визуальных на коже, которые могут выражаться воспалительными элементами или, например, в случае розации эритемой, куперозом телеангектазиями и воспалительными элементами, если это вторая стадия розация. Но уход не такая уж и ненужная вещь в обоих случаях, потому что если мы определим подходы к работе с кожей, с имеющимися какими-то проблемами, это патогенетический подход, то есть когда мы можем, например, какими-то топическими препаратами, уходовыми, косметикой или, например, лекарственными средствами менять состояние кожи снаружи. И это симптоматический подход, который просто убирает вот эти вот негативные проявления. Грубо говоря, подсушивает прыщи или, например, маскирует покраснение. Или работает с укреплением сосудистой стенки с помощью вазопротекторов, топических ангиопротекторов, таких как, например, биофолоноиды, троксирутим, всем известен конский каштан, листья красной винограды, экстракты. Все эти средства при хронической венозной недостаточности в виде гелий, например, и на конечностях используются, мы их все прекрасно знаем, эти ингредиенты. И тогда мы работаем с последствиями, но параллельно, конечно же, и профилактикой тоже занимаемся. Поэтому уход, он работает в некоторых случаях в двух направлениях, и патогенетическим, и симптоматическим. То есть, когда мы укрепляем сосуды, мы предотвращаем возникновение новых телеангектазий, когда мы профилактируем фолликулярный гиперкератоз, то есть повышенное роговение эпидермиса на поверхности кожи, внутри протоков сальных желез, то мы профилактируем, то есть предотвращаем появление новых комедонов и воспалительных элементов. То есть, фактически мы работаем по двум направлениям. Конечно же, в некоторых случаях, например, у людей с розацией обострение могут возникнуть при погрешностях в диете. Все мы знаем эти известные триггеры, у нас даже есть видео на эти темы, и не одно, когда человек испытал резкие перепады температур на себе, сходил в баню или, например, ест какие-то экстрактивные вещества, какую-то острую пищу, горячую, горячительные напитки употребляет, конечно, у него будет обострение розации, например. Это вызвано поступлением какой-то неправильных продуктов питания в организм или в неправильной форме, слишком горячей, которые вызывают прилив крови к лицу. Также некоторые пациенты с розацией реагируют на избыточное потребление продуктов из цельного молока или, допустим, нормализованного, или, например, с пшеничной мукой тоже, но не все, конечно же. Такие исследования есть. Какой-то процент людей при ограничительных диетах улучшает свое состояние кожи, а у кого-то это вообще не действует. Кто-то обзаводится лишними воспалительными элементами после погрешностей в диете в виде сладкого, а кому-то все равно. Съел шоколадку и нет прыщей. Поэтому надо это учитывать. Что мы можем сделать базовым уходом? Мы можем укрепить наш гидролипидный барьер, его состоятельность, мы можем более комфортно дать пациенту возможность перенести какое-то агрессивное лечение какими-то агрессивными средствами, которые вызывают повышение чувствительности кожи, шелушение, раздражение. Мы можем нормализовать микрофлору, то есть помочь нормальной микрофлоре сохранить свою численность. Для этого, например, использовать средства с постой, пребиотиками, топическими в том числе. Можем ремонтировать гидролипидный барьер, используя в составе средства для ухода, церамиды, компоненты натурально увлажняющего фактора. Мы можем работать с проблемной кожей, нормализуя при помощи косметики, в том числе PH кожи. У нас нужно слабокислый, чтобы был PH, чтобы меньше было спалений. Для этого используем, например, с иульку альфа-дерм, слабокислоты, кислоты, кислые умывалки. Поэтому у нас есть много возможностей, чтобы базовым уходом улучшить состояние кожи. Соответственно, быстрее человек придет к ремиссии, если у него какая-то патология. Также мы будем поддерживать эту ремиссию, если уже человек пролечен и заболевание в какой-то стабильной форме находится. Поэтому нельзя говорить о том, что уход не нужен. Проблема только во внутренних каких-то неполадках. Соответственно, мы их будем чинить, а за кожей ухаживать не будем. Все хорошо в меру и в комплексе. Поэтому, если обобщить, уход за кожей может помочь нам бороться и с последствиями какого-то патологического процесса, то есть симптоматический подход, и с причиной, то есть профилактировать те явления негативные, триггеры, какие-то явления на коже, которые провоцируют обострение, например, хронических дерматозов. Если у вас есть вопросы на эту тему, буду очень рада на них ответить под видео, пишите, тем самым вы будете продвигать наш канал. Будем вам очень на это признательны. Ставьте лайки. Если видео было полезным, делитесь со своими друзьями этой информацией. И подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы узнавать первыми о выходе новых видео. И до новых встреч!